пользователь ксена в чате ютуба пишет что хотел бы устроить дебаты с бондаренко в которых я бы даже ему бы объяснил что коммунизм это параша цена во первых ну что за обсценная лексика воровская воровской жаргон во вторых поверьте мне я вот общался и могу сказать чум бы ты не говорил коммунистам у них на все найдется ответ и ты их не переубедишь ну подожди подожди давай кого-то мне свое мнение скажем мы с тобой часто дискутируем на тему идеологии коммунистических взглядов в том числе ну да может быть меня можно назвать убежденным даже в каких-то в каком-то моменте может быть фанатиком да и там какие-то еще может быть синонимы формулировки у меня нельзя назвать как мне кажется неадекватным я всегда за аргументированность той или иной позиции то есть мало иметь своего мнения нужно чем-то подкрепить и я всегда очень гордился на позиции левых в том что у нас как раз эти аргументы есть на иногда знаешь как говорят есть как ты сейчас тоже тоже сказал у нас у них есть ответы на все вопросы слушай так я вдохновлен да что марксистская ленинская идея дает мне настолько богатый инструментарий да ты вооружен самой передовой идеей она отвечает на все вопросы мировоззрения миропонимания не только в политике не только в экономике не только в общественных производственных отношениях это научный подход и и те кто изучают те кто включаются в понимание да подтягивание этой теории они обладают таким арсеналом что ни одна дискуссия ни одни дебаты нельзя считать равными потому что люди идеалистичных взглядов они говорят поверь коммунисты говорят подумай оцени взвесь посчитай коммунизм да как как учение объясняет единственная идеология нету никаких сравнительных примеров коммунизм марксизм объясняет как тебя ограбляют как тебя грабят как тебя обирают потому что идеология это идет от кармана она говорит где работягу обычного мужика или предпринимателя или интеллигенцию где вас обирают маркс не был политиком маркс был ученым поэтому во всем мире его чтят и преклоняются несмотря на то что он представитель для западного мира это деструктивная идеология эта идеология которая приравнена во многих странах к фашизму тем не менее великобритании соединенных штатах америки в самых передовых и влиятельных учебных высших учебных учреждениях висят его портреты как ученого он открыл теорию прибавочной стоимости и на основе марксистской философии доказал и объяснил на практике и вывел эту и вывел этот график гораздо гораздо дальше своего времени своей эпохи он объяснил появление мировых войн в тот момент когда это казалось смешным когда люди жили там заперты в своих примитивных возможностях на своих клочках он объяснил что десятки сотни стран будут объединяться в единых войнах потому что есть борьба за рынки да есть борьба за влияние за контроль и это собственно на наших глазах все все происходит с вами да и справедливости ради вы конечно можете быть уверены в своих силах да и говорить я бы даже бондаренко объяснил что это неправильно другой вопрос да вы представители других взглядов другой идеологии вы в этом убеждены и ровно так же как товарищ сказал вряд ли бы у вас получилось переубедить бондаренко я не уверен что вот так с кондачка у меня бы получилось переубедить вас не потому что я не уверен в себе не потому что у меня нету подготовки или там каких-то какой-то эрудиции может быть широких знаний глубоких а потому что с убежденным человеком с ним спорить сложно с ним можно подраться я люблю повторять эту фразу и здесь только руку пожать да потому что человек с убеждением это вообще круто даже если это эти убеждения заблуждения гораздо страшнее и печальней если у человека просто наплевательское отношение к всему если он вообще ни во что не верит и ничего не хочет он просто найти как такие вот животные инстинкты надо брюхо набить да и там значит потомство завести его больше ничего не интересует ему плевать что будет дальше он не задумывается о завтрашнем не так вот мещанское мировоззрение мещанские взгляды ну мы же с вами не животные мы социальные существа мы можем жить и существовать в социуме человека один он просто с ума сойдет здесь даже пытки есть дадали одиночеством так сказать и я вам скажу что на вот эта тема убеждений конечно должны быть дискуссии да и нужно постепенно приходить к к истине к справедливости да к правильному пониманию и в этом споре да истина как раз будет рождаться я не могу вам сказать что мы с вами завтра выйдем на дебаты не потому что я не знаю там я какой-то высокомерный так далее но просто действительно очень большой объем задач до планов дел безотлагательных и чем шире соответственно наше движение тем больше вызовов да поэтому я бы очень хотел с каждым из вас в отдельности подискутирует но вам грех жаловаться я человек достаточно открытый у вас доступен чат и мы здесь достаточно часто обсуждаем идеологические темы поэтому в отличие может быть от моих оппонентов да у вас есть такая возможность задавайте ваши вопросы и может быть в таком формате пока в таком формате